Счётная палата опубликовала данные аудита о расходовании бюджетных средств в прошлом 2018 году. Не досчитались 770 дох миллиардов. Нет, эти деньги не украли. В смысле официально, по бумагам не украли, а так-то понятно, что смылили. Но, тем не менее, мы же о формальной версии говорим. Средства либо бездарно потратили, либо использовали не по назначению. Больше всего нарушений в сфере госзакупок, на втором месте человеческий фактор, ошибка чиновника, говоря доступным языком. Ну, например, мэр какого-нибудь города сдавал казённое имущество в аренду коммерческим структурам. Ну, скажем, стадион какой-нибудь или здание в центре своего города. Оплату за это с предпринимателей взять в конце концов забыл. Ну, или взял, но не по рыночной стоимости, а в несколько раз меньше не знал. Потому что слуга народа, что цены-то на рынке подросли, чё убивать его теперь за это, что ли? В общей сложности. По итогам проверки возбуждено порядка сорока уголовных дел. Вот только не факт, что все они дойдут до суда. Как пояснили в одном из контролирующих ведомств, такие проверки проводятся отнюдь не для того, чтобы кого-то наказать. Они нужны. Дабы подобных ошибок в будущем совершалось меньше, классно. Почти триллион налево ушёл, и никто не виноват. Это там, оказывается, на кошках тренировались. А мне вот случай тут, походу, вспомнился. Был я как-то в суде по работе. Судили дядьку, знаете за что? Задачу взятки неустановленному лицу. Ещё раз. Мужик дал кому-то взятку, и суд его за это даже покарал. А вот кому мужик дал ту взятку? А вот это науке ещё неизвестно. Это Россия, друзья. Вы всё ещё чему-то удивляетесь. А это спецпроект реальной журналистики программы Вести. Без Дмитрия Киселёва самая популярная программа среди моей мамы. Мы напоминаем топ-7 наиболее абсурдных событий, произошедших в Великой и Могучей за отчётный период. Сегодня поминаем апрель 2019. Поехали! Открывает наш парад абсурда чиновник из Курганской области Игорь Ксенофонтов, начальник главного управления Зауралия по труду и занятости, который буквально на днях 22 апреля объяснял курганцам, почему им не стоит ждать повышения зарплат в обозримом будущем. А дело в том, сказал Ксенофонтов, что добрая половина региона в данный момент работает в буквальном смысле за еду, получая даже меньше минимального. Но есть такой показатель. МРОД. Минимальный размер оплаты труда. Ниже которого работодатель не имеет права опускаться при расчётах с сотрудником. И вот, чтобы курганских чиновников за оное не наказали, они вынуждены забирать у тех, кто зарабатывает больше, и отдавать отнятую денежку менее обеспеченным гражданам. В итоге и тут не пусто. Правда, и там не густо. Зато в отчётах всё в порядке. Ну а когда начинается такая вот искусственная уравниловка говорить о каких-то там перспективах, тем более о повышении уровня жизни, сами должны понимать как минимум глупо, с каких барышей. Хотя вот вы знаете, если честно, это я вам только что речь чиновника в переводе озвучил. Если бы вы услышали её в оригинале, вы бы обалдели. Несколько раз перечитал стенограмму того пламенного выступления, чтобы хотя бы понять, что этот господин хотел донести до граждан, там реально сам чёрт ногу сломит. Впрочем, может поэтому тот Ксенофонтов и ходит в чинах, чётлопочет, а что никто не разумеет. Предлагаю послушать пару фрагментов его лопотания. Седьмое место, причём и у Курганова, и у того Ксенофонтова. Игорь Николаевич, сколько безработных у нас на данный момент? Я знаю, что экономический период у нас не самый хороший сейчас. Ну, при этом я бы отметил достаточно хорошую ситуацию на рынке труда Курганской области. Здесь самое главное, на сегодня мы должны разработать всю документацию, самое главное, придать ей презентационный, очень красивый вид. Ах да, там же ещё вторая часть марлезонского балета была. Я всё про нерост зарплат курганцев, и вот сейчас процитирую. Господина Ксенофонтова задали ему вопрос, ладно, с бюджетниками, всё понятно, но заводы-то почему платят мизер? Отгрузка готовой продукции ведётся, а люди так же сидят спроголодь, цитата, месяца. Они хотят, они не против индексировать заработную плату, поэтапно её повышать для всех своих работников. Но если это будет происходить, их продукция станет неконкурентоспособной в первую очередь. С трудом, но кое-что уловить всё-таки можно. Короче, если поднять зарплату рабочим на заводе, продукция перестанет продаваться, потому что придётся повышать цену на эту продукцию. Дорогие курганцы, дорогие, ну вы держитесь там, всего вам доброго, хорошего настроения, а мы продолжаем. В соседней Пермской губернии отличился коллега господина Ксенофонтова, тоже чиновник, правда, по медицинской части. Знакомьтесь, заместитель министра здравоохранения Прикамья Михаил Мальцев. Насколько я понял, основная задача или сфера деятельности этого господина в занимаемой должности уничтожение так называемых нерентабельных больниц и клиников в небольших городах и посёлках в депрессивных территориях. Хотя, что я говорю о уничтожении? Нет, конечно, чинуши же данному беспределу красивую обёртку нарисовали. Это теперь называется оптимизацией. Так вот, а случилось всё в городском поселении Яева, где в конце марта-начале апреля проходили общественные слушания по судьбе местной Александровской ГКБ. Её тоже решили оптимизировать. И мне что-то подсказывает, что слушания эти чистая формальность там и без общественности. Всё давно решили, ну да не в этом дело. И вот замминистра Мальцев на том сходе выступал-выступал, да так раз выступался, что наговорил, ух! Я считаю, что персонал, который работает в ночной смене, просто просиживает часы и получает зарплату ни за что. По ночам никто никого в больнице не лечит. Что касается пенсионеров, которым якобы жизненно необходим круглосуточный стационар, то могу с уверенностью заявить, что большинство из них не имеет столь серьёзных заболеваний. Если хотите 90% ложатся в больницу, чтобы отдохнуть от домашних дел и бесплатно поесть, сэкономив на продуктах. Это ещё называется дармоедство. И ради этого мы должны тратить миллионы бюджетных средств? Твою мать! Хотя, если честно, я обожаю, когда дармоеды говорят о дармоедстве. Мало того, что этот Мальцев в больнице уничтожает, которую он, к слову, не строил, так он ещё и врёт в наглую. О каких бюджетных средствах тот недодоктор, недоуправленец вообще говорит? Если кто-то не знает медицины, у нас уже лет 20 как страховая, и выглядит оно так. Каждый из нас ежемесячно отчисляет со своих доходов или со своей зарплаты деньги в фонд обязательного медицинского страхования. Даже если человек не болеет, он всё равно эти деньги отчисляет у ОМС. А кто-то ещё и добровольные полисы покупает. И вот на них. На эти деньги, собственно, мы затем и лечимся. Из них же. Ночные смены персонала оплачиваются. То есть, это мы платим за своё пребывание. Или, как сказала данное чудо, за отдых в больницах. А никакой не бюджет в связи с чем? Кое дело вообще тому Мальцеву, по какому поводу человек лежит на круглосуточном стационаре. Он за это платит, повторюсь. А вот Мальцевы как раз из бюджета кормятся. Бюджет же содержит их нередко шикарные рабочие кабинеты, служебные автомобили, секретарши. И так далее. Поэтому, если кому-то очень хочется оптимизировать именно бюджетные расходы на медицину, оптимизируйте чиновничий аппарат. Стране от этого только польза будет. Дальше. Ну и раз пошла такая пьянка, раз о чиновниках заговорили, ещё одного народного слугу предлагаю вспомнить. Вернее, служанку. Госпожу Глацких не забыли ещё? Да, это та самая, которая полгода назад порадовала всю страну своим. Ну вот. Нет, вам государство вообще в принципе ничего не должно. А вам должны ваши родители. Ну, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать. А кто-нибудь знает, что потом случилось с этой барышней? Ну, куда её ушли? Их наказали человека или нет? Вот вы правильно говорите. Слышал, что её вроде бы уволить никак не мог Свердловский губернатор Куевышев. Куча проблем с дамочкой возникла. Пришлось даже должность упразднять. Действительно, так и было. А дальше, что не в курсе? Тогда я вам расскажу. В начале апреля госпожу Глацких посадили в кресло заместителя директора Дворца игровых видов спорта в Екатеринбурге. Это крупнейший комплекс подобного плана в стране. Ну, если не считать олимпийский, государственный. Кстати, но не в этом дело. Спустя всего три недели после своего назначения в минувшую среду Ольга Вячеславовна получает Всероссийскую премию от государства, которая не просила нас рожать в номинации «Лучший многофункциональный спортивный объект». О, как! Человек еще и поработать толком не успел, а уже премия прилетела. Всероссийская, учитесь, ребятишки, это вам не мелочь по карманам тырить. Ну, а под Смоленском минувшим месяцем вот сейчас вы должны возгордиться. Пустили под бульдозер, внимание, 10 тонн клубники, 94 тонны яблока, еще груши, томаты, зеленый лук. В общей сложности 106 тонн продуктов. Фруктов закатали в землю, причем санкционные они были или нет, доподлинно неизвестно. Груз шел из Республики Беларусь, а импорт овощей и фруктов из этой страны не запрещен, но без сопроводительных документов. Тот груз шел. Вандалы и дураки от отечественного чиновничества даже разбираться не стали. И туда его в качель, в смысле под гусеницы трактора все витамины бросили, о чем радостно отчитались в местном Россельхознадзоре. Вот сейчас вы увидите не смоленские кадры, но я просто хочу, чтобы вы посмотрели, как он и выглядит. Прочувствовали? Раздавленная бульдозером клубника в таких объемах перебила даже неприятный запах на свалке. А помните историю из Ивановской области? Два года назад она наделала много шума 60-летнюю жительницу поселка Федорище Надежду Шакурову. Суд приговорил к одному году условно закражу пачки масла и 300 граммов сахара у соседа. На лихой шаг женщина решилась от голода, пенсии на еду не хватало. Тогда, и помните, еще вся страна сочувствовала, даже пропагандисты, и не только ей. Кстати, выяснилось, что в тех Федорищах каждый второй житель голодает. Четвертое место. Указанные преступления, в совершении которых обвиняется подсудимая, отнесены к законам категории тяжких, направленных против собственности, и максимальный размер наказания, предусмотренный по данной статье, по данной части, предусмотрен до 6 лет лишения свободы. Прошло два года об истории с Шакуровой, все благополучно забыли, и теперь мы по 100 тонн продуктов под бульдозер за раз снова пускаем. Причем, повторюсь, неизвестно, санкционными были те продукты или нет. Шли-то они из Беларуси. Наверное, можно было провести какую-то экспертизу в таком случае на предмет. Опасны ли именно эти овощи и фрукты к употреблению? Зачем? Мы шуандалы, быдло! А быдло только как быдло поступать умеет. Впереди тройка лидеров, и есть еще порох в пороховницах. Трагические вести пришли из-за Байкалия, регион охватили страшнейшие пожары. Продолжался этот кошмар больше недели, итог, выжженная земля на десятки километров, в том числе земля-сельхоз назначения, массовый падеж скота, более четырехсот человек остались без крыши над головой. Это только официальные данные. Я думаю, что пострадавших больше. А что же в это время делали власти? А власти старались затихарить случившееся. Нафиг нужно? Не дай бог, в Москве кто-то об этом узнает. Ох, и прилетя, полетят же ж буйные головы. К слову, в Москве тоже было не до погорельцев. Ну, во-первых, в политической жизни разворачивались наиважнейшие для российских чиновников события. Украина выбирала президента. Второй момент. Мы ж Нотр-Дам тушили в Париже. Внимание всей пропаганды было к тому Нотр-Даму приковано. Тем более, что главный сказал, надо будет помочь французам. Дело-то громкое при таком раскладе. Да кому нужна та чита с ее местечковыми проблемами? Третье место нашего парада абсурда. Пропагандисты обратили внимание на происходящее, я имею в виду федеральные СМИ, лишь после того, когда уже соцсети закипели, мол, они там что-то с ума подсходили. Тут наши граждане о помощи взывают, а эти клоуны про возгорание в каком-то парижском соборе неделю кудахчут. Хотя даже не уверен, что именно это обстоятельство внимания солдат пропаганды привлекло. Там же какой-то агропромышленный комплекс. От пожаров пострадал. Сумму убытков озвучили. 600 миллионов рублей. Ну вот и зачесалась, видимо, столичная бутербродная журналистика. Они же как-либо по команде, либо за пайку. Тут, похоже, одно на другое наложилось. Ну, 600 миллионов не шутка. И потом, они ведь были чьи-то. То есть, у этих денег, как и у моих бывших коллег, есть хозяева. У моих бывших коллег хозяева. Как у собак. Прям. Ладно, дальше двигаемся. В ушедшем от нас апрелях получила свое продолжение. История, которая началась месяцем раньше. Негативное продолжение, но обо всем по порядку. В конце марта в силу вступил закон об оскорблении в соцсетях представителей власти. Это вызвало шквал негодования среди интернет-пользователей. Однако, по-настоящему народ разозлился сейчас. 23 апреля стало известно о первой жертве, налетевшей на непопулярный закон. Жителя Новгородской области Юрия Кардежева оштрафовали по суду на 30 тысяч рублей за то, что он написал у себя на страничке ВКонтакте «Путин сказочный». И далее матерное слово, цитирую судью. Я, если честно, могу только догадываться, о каком высказывании идет речь. Возможно, имеется в виду что-то, связанное вот с этим интернет-мемом. Если об этом, то с одной стороны, да. Наверное, не стоит так говорить о президенте своей страны, а с другой, ну вот так вот, если проанализировать, человек-то ведь не к президенту обращался, ну давайте будем честными. Он написал «Не президент Путин сказочный, там, мальчиш-плохиш». Человек обратился к гражданину, такому же россиянину. Тогда непонятно, при чем тут вообще закон об оскорблении представителя власти. Еще раз. Представитель власти – это президент. А гражданин Путин – это просто гражданин Путин, но суд у нас, сами знаете, в попытке выслужиться отдельно, его безголовые представители только нагадить умеют. Вот и нагадили. Народ, повторюсь, разозлился и объявил, вот теперь уже по-настоящему обидный для президента флешмоб. Путин сказочный. И далее по тексту «Отныне». Эту фразу станут все, кому не лень мусолить. Причем, я думаю, завтра оно не закончится, а уже через пару недель данное изречение самым популярным в нашей стране станет. И не только в нашей, в иностранных газетах, подозревая веселые заголовки, как-то связанные вот с этим появятся. Блин, господа, разрешите лизнуть. Оно того стоило. Ну и что же за бред на первом месте нашего парада абсурда в этот раз? А тут к гадалке ходить не надо. Еще одна наиглупейшая затея российских слуг народа из серии «Мама рожала меня стоя», верно? Апрель стал месяцем закона об автономном интернете на территории нашей страны. В силу оно вступит уже 1 ноября. Вот только как это будет работать и будет ли работать в принципе, вообще никто не знает. Даже пропагандисты не понимают, чего врать по этому поводу, поэтому врут общими фразами. Это хорошо. Это надо, это что-то там от чего-то нас обезопасит. Ага. Осталось только разобраться, как это что-то выглядит. Видишь суслика? Нет. И я не вижу. А он есть. Пока же точно известно следующее. Первое, это что-то одобрено законодательно. Второе, оно обойдется налогоплательщикам в 30 миллиардов рублей. Все. Короче, если совсем на пальцах, вот вы знаете, у меня уже давно есть непреодолимое желание обзавестись спорткаром «Ламборгинил» о ручной сборке, к сожалению, кроме этого жгучего желания, у меня больше ничего нет. Ни денег, ни возможностей. Так и с автономным «Рунетом». Ну а если серьезно, по сути, вот этими вот двумя законами, о которых сказал выше, наша власть сама поставила на себе крест. И я не знаю, на какой результат на следующих выборах эти ребята надеются, потому что на самом деле, проголосовав за это, то они фактически расписались в том, что предали свой народ, что по отношению к своим гражданам они поступают непорядочно, и самое главное, что они этих самых своих граждан боятся. Знаю, Америку я сейчас никому не открыл, но если раньше все эти догадки тупо витали в воздухе, то сейчас им есть конкретное документальное подтверждение. И напоследок, это вне конкурса, в Ярославле, в канун светлого православного праздника Пасхи объединились священнослужители и судебные приставы и провели совместную акцию «Оплати долги из Божьей помощи». Слушайте, чего мы еще не видели в этом дурдоме? А, кстати, я вот интересуюсь, если долги все-таки жители Ярика не оплатят, а церкви начнут отлучать. Ладно, все, закругляться пора. Это был спецпроект реальной журналистики программы «Вести без Дмитрия Киселева». Сегодня поминали апрель 2019. Запомним его таким. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху больше. Серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть, что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте, с темы предлагайте. Под ними мы обсудим, а я засим спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин